Меня как-то в комментариях задали вопрос про Бабью Яму. Вообще, коллективный женский разум – это страшная сила. Думаю, что большинство из тех, кто меня смотрит, к сожалению, не читали роман Станислава Лема «Непобедимый». Поэтому я коротенько расскажу один из эпизодов. Там куча крошечных, совсем примитивных механизмов толпой уничтожила совершенную боевую машину. Немало мужчин жалуются на отсутствие женщины. Они как-то пытаются познакомиться, но у них ничего не получается. Женщины по какой-то причине ими не интересуются. Но учитывая то, что женщин и мужчин примерно одинаковое количество, и даже женщин чуть больше, можно предположить, что если у этих мужчин женщин нет, то у каких-то мужчин женщин очень много. Так получилось, что вокруг меня всегда было много женщин, и я достаточно на них насмотрелся. Сейчас, конечно, женщины меня не интересуют, как раньше, но тем не менее, по-прежнему. Вокруг меня мои дочери и матери моих дочерей. Я могу сказать совершенно точно, что совместными усилиями они способны выгорость мозг, съесть его буквально чайной ложечкой практически любому мужчине. Вы даже не можете себе представить, каких усилий мне стоит удерживать их поведение в границах допустимого. Единственная причина, по которой я это делаю, это то, что это мои дочери, за которых я в какой-то степени несу ответственность. Но если бы так, как себя ведет моя дочь, вела бы себя какая-то другая посторонняя мне женщина, я бы уже давно послал ее нахуй. Так вот, что касается баби ямы, в которую попадает мужчина. В ней все женщины, для этого мужчины посторонние. Единственный вариант для мужчины, который попал в бабью яму, это тот, что все поколения женщин, живущие в этой яме, к нему присосутся и будут пить из него жизненные силы до тех пор, пока в нем хоть сколько-нибудь их еще останется.